Привет, привет увлеченные звуком друзья! Сегодня в рамках проекта в разработке двухполоски для себя любимого на базе 6,5 дюймового динамика CIS, название вы видите на экране, грубо H1215 и Twitter Monocore, буду рассказывать вам об особом звене этой чудесной конструкции. Я уже использовал этот динамик в проекте с трехполоской, это был первый сезон, в котором я показывал все этапы разработки от задумки до реализации колонки в домашних буквально условиях на базе этого динамика, низкочастотную звену на базе этого динамика. Сегодня будем рассматривать его в роли басовика мидбаса для двухполосной системы, что, конечно, серьезно отличается от трехполоски, то есть кардинально отличается. Но вообще динамик очень быстренький, легенький, шустренький и имеет большие шансы быть довольно неплохим мидбасом. Единственное, что смущает в этой всей истории, возможно, его не очень высокая чувствительность. Я вообще люблю более чувствительный динамик, этот менее чувствителен, но на таких тугих, назовем это так, динамиках строится подавляющее большинство серийно выпускаемых моделей, поэтому не будем роптать. Нам ли быть в печали? Я его уже использовал, как я сказал, в одном сезоне и подробно рассказывал о построении басового звена. Замечу, что резонатор, в принципе, ничем не отличается, то есть вообще ничем не отличается. То есть в низкочастотной области в поршневом режиме для него ничего не изменилось. При переходе от трехполосного дизайна к двухполосному, который вы видите вот перед вами, я еще подробно расскажу все этапы его изготовления. Но быстренько я повторю, как это создавалось для того, чтобы не отсылать вас рассматривать какие-то другие мои видео. Итак, на основании данных этого динамика, которые заявлены прямо на сайте СИЗ, вот видите, собственно, АЧХ этого динамика, его геометрические размеры, вот параметры этого динамика. Итак, на базе этих параметров я пришел к выводу, что корпус будет невероятно убористым, маленьким, что очень хорошо, что практично. Как это отразится на звуке? Ну, при таком наборе параметров это именно и есть тот самый оптимальный режим, в котором этот динамик в малом объеме будет работать оптимально. Но об этом давайте последовательно. Итак, вначале на основании данных этого динамика считаем параметры резонатора, корпуса, фазоинвертора. Делал я это в программе Bassbox Pro. Вы можете делать это для себя при расчете другого какого-то резонатора в любой другой доступной программе. Это не принципиально. Формулы везде применяются одни и те же. И ошибка в пару литров в ту или другую сторону может быть компенсирована, допустим, наполнением. Или тюнингом порта фазоинвертора, например. Ну что ж, загружаем драйвер в качестве излучателя в программу Bassbox. Конфигурацию оговориваем, параметры оговориваем. Все они здесь совпадают с необходимыми. Далее разрабатываем коробку. Смотрим, что может получиться. Оптимальная настройка при 12,5 литрах. Расширенный Bass 21 литр. Я выбираю объем 15 по своим каким-то там известным одному мне причинам. При этом частота тюнинга поднимается до 39,5 Гц. Габариты меня устроят очень высота 400, а ширина 250 тоже по моим личным каким-то мотивам. 16 мм – это толщина материала, размеры экстерного, то есть внешне. Дампинг ставим минимальный. Венс, 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 минимальный размер венс. 57 в диаметре миллиметров и длиной 287 миллиметров. Это просто у меня не влезет в эту коробку по длине С вот сюда. Поэтому так не получится, придется ее как-то изгибать. Но вообще говоря, я хочу сделать плоский порт. Хочу сделать плоский порт, 10 миллиметров, допустим, который бы лег на дно вдоль нижней стенки. Но при этом, понятное дело, что вдоль нижней стенки он у меня тоже не поместится, 306 миллиметров не поместится. Поэтому я делаю его плоским, чтобы обеспечить необходимую площадь. Это около 20 квадратных сантиметров. То есть ширина у меня здесь корпуса получается 250 минус 2 стенки, 30 грубо. 220 примерно получается. 220, на самом деле там 210, почему-то было и 207 сантиметров. Ну и ладно, тоже не поместится вдоль нижней стенки. Что я делаю? Я сделаю вдоль, 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 вдоль задней стенки. Но об этом чуть позже. Смотрим, что получается. Получается вот такая вот у нас история. Вот такая вот история получается у нас. Что интересует? Интересует, конечно, импеданс. И, собственно, скорость в порту. В порту скорость такая, что нас вполне устроит. То есть нет никакого захлебывания на 80 ваттах. Очень хорошо. Ну, на 100 ваттах, наверное, будет. Но мы не будем давать столько. Куда? Зачем? Тоже не будет. Видите, как хорошо. И все параметры как бы соблюдаются очень удобно в этой конфигурации. Поэтому напоминаю. Вот такая конфигурация 400, 250. Это глубина. Это, напомню, внешний размер. Внутренний был значительно меньше. И порт 10 миллиметров высотой, скажем. И 220 шириной. И 270 глубиной. Вот такая вот история, дорогие друзья. Далее в корпусе, в программе SolidWorks, я разгоняю корпус по полученным параметрам, которые мне нужно соблюсти. Здесь что важно? Внутренний объем, разумеется. И параметры фазоинвертора, которые я решил сделать, во-первых, вертикальным, во-вторых, плоским по своим причинам. Коробку я рассчитывал в SolidWorks. Ширину получилось 250, напомню, миллиметров, высоту 400. Глубину где-то 215. Это внутренний объем порта. 260 миллиметров не поместится вдоль нижней стенки, напомню. Поэтому я его расположил вдоль задней стенки. Получилось вот так вот. Имею право. А что? Заодно послужит распоркой для увеличения жесткости корпуса. Вот. Осталось выстругать эту буратину. Для этого я посетил местные хоус-товары. Выбрал материал. Это МДФ 16 миллиметров. Мы их там напилили по моим размерам. Вот. Отверстия по динамике я проковырял вот этой вот разверткой. Вышло вот так. Потом вот так. Потом склеил. Далее шлифую. Слава богу, что у меня есть хобби-келлер. То есть кладовка в подвале, в которой можно делать такие пыльные, шумные, грязные работы. Вначале я загрунтовал корпус. Шлифанул. Потом еще раз загрунтовал, шлифанул. Потом покрасил с баллончика вот этой вот краской. Но уже не шлифовал, потому что побоялся. Простые терминалы для подключения сигнала я располагаю сзади, продев кабель внутри колонки сквозь стенку, формирующую порт фазоинвертора. Динамики CIS H12-15 серии Prestige имеют большую размер и при этом литую корзину, чем обеспечивается идеальная жесткость его конструкции и механическая стабильность подвижной системы. Поэтому я решил крепить его всего на три болты М4 вместо шести. Болты ясно-красно скручиваются в забивные гайки. Мне это нужно для частого монтажа-демонтажа в процессе разработки, отладки. Далее измеряю его импеданс. Вот, в частности, перед вами импеданс. Они очень похожи у обоих динамиков, что говорит о высокой повторяемости и, в принципе, хороших параметров. Это АЧХ в ближнем поле. Эта АЧХ мне нужна была для того, чтобы настраивать кроссовер, планировать настраивать кроссовер. То есть, нас интересует практически вот этот вот интервал. Допустим, от двух килогерц и выше. Посмотрим. Кстати, это довольно неплохо бьется с тем, что показывает производитель. Таким образом получился корпус, который вы видите перед собой. Этот дизайн можно использовать при построении колонок любой конфигурации. Ну, несложно заметить, что отверстия под твиттер или что-либо еще я здесь не делал. Поэтому оно может быть использовано автономно. Необходимо будет только соблюдать ориентацию между этим динамиком басовым с любыми другими, которые вы будете при этом использовать в этой конструкции. Так никаких ограничений нет. То есть, получилось такое универсальное звено, которое я буду, возможно, использовать еще в каких-то сезонах, если у вас будет к этому интересно, мне кто-то даст на тестирование еще какие-то свои динамики. В следующем видео я покажу, как звучит этот и этот динамик вместе, разделив цифровыми фильтрами это все для того, чтобы подобрать оптимальные характеристики сшивки. Той самой сшивки, которая отличает одну конструкцию от другой, и их не счесть. Бесчисленное множество может быть. Это очень творческий вопрос. Я это сделаю по-своему. Причем, если я это сделаю утром, будет один результат. Если сделаю днем или вечером, он может оказаться иным. Но не кардинально. То есть, в определенных рамках это очень важно. То есть, вот это и есть тот самый творческий момент, я думаю, ради которого мы с вами здесь собирались. О голубых экранах. Затем прощаюсь. Спасибо, Федер Зеин, мои хорошие.